Сердце человека – мощный мышечный насос. Ежедневно оно сокращается и расслабляется около 100 тысяч раз и перекачивает 7600 литров крови. За 70 лет сердце обычного человека сокращается более 2,5 миллионов раз. Вот что изнашивает этот орган больше всего и как его сохранить об этом в ближайшие полчаса? Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в гостях врач-кардиолог Самарского областного кардиологического диспансера Узель Бикбаева. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня о здоровье сердца, которое мы, точнее я, назвала во вступлении мышечным насосом. То, что мы называем биением сердца, говорим, сердце бьется. Что это на самом деле? Что оно делает? Да, действительно, сердце – это наш насос, это мышца, которая качает всю жизнь кровь. То есть сердце не отдыхает, не спит, оно работает постоянно. Да, сердечно-сосудистые заболевания, их очень много. Но основные, которые встречаются и приводят к различным ишемическим событиям – это инфаркты миокарда, нестабильность на кардии, гипертонические болезни, сердечная недостаточность. Не так уж много получается, да? Нет, их большое количество, но я перечислила те, которыми в основном страдают население нашей страны. Каждый, наверное, человек панически боится онкологии. Тем не менее, по причинам смертности среди населения по-прежнему продолжают оставаться сердечно-сосудистые заболевания, правильно? Да, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте. И почему это? То есть можем рассмотреть факторы риска, которые могут влиять на как раз-таки возникновение ишемических различных катастроф. А факторы риска, они разделяются на две группы. На те, на которые мы можем повлиять, да, и на те, которые мы повлиять не можем. Каких больше? На те, которые мы не можем повлиять, да, их меньше, и это хорошо. Но, например, пол, да, мужской пол, он более склонен к ишемическим различным событиям. То есть, если брать статистику, то у 8% мужского населения от 40 до 70 лет нет поражения коронарных артерий. А если сравнивать с женщинами, то у женщин, у 52% нет заболеваний. А среди ваших пациентов, получается, больше мужчин? Да, больше мужчин. Ну и, соответственно, пол, да, который мы разобрали, что у мужчин чаще случаются сердечно-сосудистые катастрофы. Это то, что мы поменять можем, но не будем. Но пол мы, к сожалению, поменять не можем. Возраст. Наиболее опасный возраст считается 40-50 лет у мужчин и старше 55 лет у женщин. Соответственно, женщина при раннем климаксе, также у нее сопряжен высокий риск событий различных. И непосредственно наследственность. Когда мы опрашиваем пациента, мы всегда уточняем анамнез. Есть ли заболевания или были заболевания сердца, инфаркты, инсульты у прямых родственников, у родителей, бабушек, дедушек, братьев, у сестер. Если эти заболевания присутствовали, то, соответственно, риск сердечно-сосудистых событий повышается на 25%. Ну а вам вот эта информация что дает врачам? Вот вы знаете, что у человека были в родне случаи инфарктов, например. И вы что в связи с этим? Ну, соответственно, проводим полный комплексный осмотр пациента и используем инструментальные методы обследования. Сильнее настораживаетесь? Да, конечно, всегда насторожены. И, соответственно, те факторы, на которые мы можем повлиять... То есть мы три назвали факторы, на которые повлиять мы не можем. Не можем. При всем желании мы не можем. И те, на которые мы можем повлиять, это гипертоническая болезнь. То есть это не значит, что мы можем излечить гипертоническую болезнь. Нет. Гипертония – это хроническое заболевание, но мы можем коррегировать цифры давления. То есть если у пациента высокое давление, он обязательно должен обратиться к врачу, где, соответственно, назначит лечение и обследование. Измерять давление нужно утром и вечером и принимать, соответственно, гипотензивную терапию. А вот сразу по гипертонии я нашла вчера информацию, что по прогнозам статистики в 2025 году, уже, кстати, совсем скоро, распространенность артериальной гипертонии во всем мире увеличится на 15-20%. И будет гипертоников почти полтора миллиарда человек. Может, пугают просто? Нет, это вполне обоснованно. То есть мы пациента, когда он поступает к нам в стационар, обследуем, назначаем лечение. И, соответственно, состояние пациента улучшается. Он уходит домой радостно и счастливый, что у него давление в норме. И дома перестает просто принимать препараты. Считаю, что если давление нормализовали, то и необходимости особой в приеме препаратов нет. Но вылечили же. Да, вылечили. Но, да, я еще раз скажу, что это хроническое заболевание. Это не ОРВИ, которое вылечится через 7 дней. Соответственно, прием препаратов гипотензивных должен быть на постоянной основе. Даже, например, если один препарат не помогает, соответственно, нужно будет обратиться к врачу для подбора терапии. Очень часто слышишь, особенно от пожилых людей, что мне доктор лекарства выписал, но мне все равно не помогает. Мне не помогает. О чем это говорит? Да, то есть надо понимать пациенту, что даже... Это не значит, что врач плохой, да, плохую таблетку назначил. Подбор идет долго и упорно. То есть если один препарат не подошел, а врач назначает другой препарат, да, или комбинацию. Поэтому сразу говорить, что все, я лечиться не буду, ни в коем случае нельзя. Нужно обратиться повторно к врачу для коррекции терапии. А может быть даже и не только повторно, да? Да, конечно. Если я вас правильно поняла, то этот метод проб может продолжаться какое-то время. Да, он может достигать и года, и двух. Поэтому... То есть это труд и врача, и самого пациента. То есть мы должны понимать, что, да, факторы риска гипертонической болезни, вообще сердечно-сосудистых заболеваний, это такие, как курение, алкоголь, лишний вес, малоподвижный образ жизни, стрессы, они все влияют на течение заболевания, на прогноз заболевания. Поэтому то, что пациент может устранить сам, да, то есть бросить курить, перестать там употреблять алкоголь, вести малоподвижный образ жизни. Многие пациенты говорят, вот я работаю с 8 до 8, у меня сидячая работа. Но никто же не мешает вам встать, сделать зарядку, размяться, никто. Поэтому то есть все в руках и пациента, и врача. Ну, такой привычки, к сожалению, у нас такой культуры, наверное, уже даже сейчас нет, да, встать и сделать зарядку. Да, ну, то есть надо это принимать во внимание обязательно. Также и касается питания, да, то есть бич нашего современного общества, да, много припотребляем трансжиров, фастфудов, да. А вот чтобы понятно было, что под трансжирами мы подразумеваем? Ну, как раз-таки это жиры, которые потом приводят к повышению холестерина. Ну, например, какие, чтобы уж совсем ясно? То есть вот трансжиры... Это животные жиры. Это животные жиры, да, которые богаты как раз-таки холестерином, которые в последующем приводят к образованию атеросклероза. Атеросклероз, соответственно, приводит, да, к образованию бляшек. И, соответственно, гемодинамические значимые бляшки, они могут привести к инсультам, к инфарктам. То есть надо понимать, что бляшки, они растут везде. Они не растут изолированно только в шее, да, или только в сердце. Нет, они, соответственно, по всем сосудам, по всему телу. По всем сосудам, да. Я напомню зрителям, если кто-то опоздал к началу программы, что сегодня у нас в студии врач-кардиолог Самарского областного кардиологического диспансера Гузель Бигбаева. И вы в самом начале еще сказали о таком битче современности, как ишемическая болезнь. И она, в общем-то, ведь называется самой частой причиной внезапной смерти. Может быть, тогда сейчас стоит пояснить, что такое ишемическая болезнь. То есть ишемическая болезнь сердца, да, это заболевание сердечно-сосудистой системы. И мы должны, то есть любой пациент должен ориентироваться на клинику, которая у него возникает. Да, как я сказала, уже самый опасный возраст – это 40-50 лет. И пациент должен прислушиваться к себе, к своим симптомам. Да, если у пациента давящие боли за грудинность, и радиация в левую руку, под левую лопатку, в нижнюю челюсть при физической нагрузке, даже при ходьбе, то, соответственно, это уже показатель к тому, что нужно обратиться к специалисту. Соответственно, при обращении к специалисту, да, то есть проводится диспансеризация, где пациент может сдать кровь, его посмотрит врач, послушает, обязательно измерит давление, пульс, и послушает тон из сердца. И если какие-то, соответственно, отклонения от нормы, то отправит к специалисту, то есть к кардиологу. Ну, я думаю, мы еще поговорим сейчас и о диагностике, и о скрининге, может быть, поподробнее. А сейчас я предлагаю вместе с нашими зрителями посетить кардиологический диспансер и посмотреть сюжет, который мы там сняли. Петр Александрович стал беспокоиться о своем здоровье еще пару недель назад. Постоянно держалось повышенное артериальное давление. Пациент признается, прийти в норму помогали таблетки, однако они давали лишь временный эффект. А когда появилась резкая боль в груди, то сомнений, что придется обратиться в больницу, уже не осталось. Врачи диагностировали у мужчины инфаркт и провели экстренную операцию. Сейчас здоровью Петра Александровича ничего не угрожает. Он готовится вернуться домой. Надо вовремя обращаться, не запускать это дело. Чувствуешь себя нехорошо. Для этого и существуют врачи, чтобы тебе помочь. И не заниматься самолечением, потому что, например, в кардиологии, кроме них никто не сведущий. Оксана Эминова – лечащий врач. Обязанностей много, признается специалист. Важно следить за тем, чтобы пациенты не забывали принимать лекарства, а иногда проводить профилактические беседы. Да и о процедурах будет напомнить не лишним. Перед выпиской – контрольное ЭКГ. Это одно из самых простых и доступных тестирований. К пациенту подключают специальный прибор. И уже через пять минут врач сможет увидеть, как работает сердце больного. Сердечно-сосудистые заболевания нарушают кровоток в артериях, которые снабжают кровью сердца. В группе риска – пациенты с плохой наследственностью, имеющие лишний вес и вредные привычки. Недуг легко распознать. Это жение за грудиной, по которой усилится перенагрузка, давящая боли, чувство дискомфорта, дышка. Пациент сразу ощущает, что он уже не как раньше ведет себя, то есть образ жизни у него как бы нарушается, он уже не может делать повседневные вещи. И тогда сразу надо экстренно или вызывать скорую помощь, или обращаться к своему терапевту. Специалисты проведут обследование и подберут тактику лечения. От степени тяжести клинической картины будет зависеть, потребуется операция или же достаточно будет лекарственной терапии. Врачи напоминают, ежегодно следует проходить диспансеризацию и внимательно прислушиваться к состоянию своего организма. Мы в студии программы «Звоните доктору». Сегодня у нас в гостях Гузель Битбаева, врач-кардиолог Самарского областного кардиодиспансера. Немного позабавило, что доктор использовал свидетелями нашу съемочную группу для проведения беседы с пациентом. А в действительности это не такая уж шутка, да? Все-таки приверженность к лечению, как бы вы отметили у пациентов? Приверженность у большинства пациентов, к сожалению, она низкая. У большинства? У большинства. Я думаю, это связано с тем, что когда пациент поступает к нам, у него есть симптоматика, да, давящие боли, сжимающие боли за грудиной, которые, естественно, доставляют дискомфорт пациенту. А когда мы проводим хирургическую коррекцию, это не важно, и так, и ша, да, ортокоронарное шинтирование или стентирование, соответственно, клиника уходит, самочувствие улучшается, и у пациента жалоб нет. И, соответственно, пациент думает, что если нет жалоб, то и необходимости в приеме таблеток нет. Хотя, естественно, проводят беседы все доктора и объясняют, что прием препаратов, статинов, антиагрегантов, да, гипотензивных, он рекомендован на постоянной основе, даже если провели операцию. То есть нужно понимать, что атеросклероз мы не излечим, да, и, соответственно, бляшки могут вырасти как в стенсе, так и в шунтах. Наверное, не случайно мы сейчас показали больного именно с инфарктом, после инфаркта. Это проблема сегодняшнего дня. Инфарктов много? Инфарктов много, да. Но, соответственно, почему? Факторы риска. Никто не хочет убирать, все привыкли, что... А вот мой сосед курит пачку в день, а я-то только полпачки. То есть это не зависит. Понятно, что человек, который курит там 2-3 пачки, риск у него повышается. Но от того, что он курит меньше, риск сердечно-сосудистых заболеваний, естественно, не исключается. Поэтому мы, соответственно, акцентируем на том, что необходимо убрать все эти факторы. Так как на эти факторы может повлиять сам человек. А какая сегодня тактика лечения инфарктов? И претерпела ли она какие-то изменения благодаря очередным достижениям науки? То есть лечение согласно клиническим рекомендациям, да, по, соответственно, лечению острого коронарного синдрома. Все группы препаратов назначаются. Проводится рентгенооперационное, рентгенооперационное стентирование, да. Это обязательно при инфаркте? При инфаркте обязательно, да. Это малоинвазивный метод исследования, да. Через правую лучевую артерию проводят катетер к сердцу, выпускают контраст, смотрят, есть ли поражение. Если технически возможно, то устанавливают стенд. То есть все это делается одномоментно в рентгенооперационной. И уже через два часа человек может, пациент может уже ходить. То есть нет такого, что он лежит, там, неделями такого нет. Говорят, есть так называемое прединфарктное состояние. Что это? Да, мы говорим пациентам, если вдруг возникла клиника давящих, сжимающих болей, резкая общая слабость, потливость, отдышка, боли не проходят в течение 30 минут, да, нитроглицерин помогает, но на короткое время. Соответственно, пациенту необходимо экстренно вызвать скорую помощь, так как возможен обширный инфаркт, вплоть до летального исхода. А давайте тогда вот здесь, может быть, еще проговорим, как нужно вести себя в это время. Вот вызвали скорую. Если есть родственники рядом, что они должны делать? Потому что сразу же начинается паника, стараются помочь больному как-то, могут, наверное, только навредить, да? Что необходимо? Да, то есть вызывают, родственники сразу должны вызвать скорую помощь. Скорая помощь приезжает, как правило, в очень короткое время. За это время измеряется давление, пульс. То есть если давление высокое, то допускается гипотензивный препарат. Если дома есть препараты для разжижения крови, группы ингибиторы P2Y12, то рекомендуется дать их. Но, как правило, естественно, эти препараты есть только у тех пациентов, которые уже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. А чего вот категорически нельзя в это время делать, пока ждешь? То есть ни в коем случае пациент не должен ходить. Кто-то говорит, надо в холодную воду или еще что-то. Куча всего придумает, народной медициной лечить. Нет ничего, пациент должен лежать. Соответственно, если есть препарат нитроглицерин и позволяет давление, то есть оно не низкое, то, соответственно, можно дать препараты для первой помощи, это нитроглицерин. Каков золотой час при инфаркте? В течение какого времени наибольший эффект лечения будет, если пациент поступил, например, в течение? То есть у нас какой идет порядок? Чем раньше, тем лучше. Хорошо. Но если, например, пациент находится не в городе, а где-то за пределами, а у нас предел 2 часа, у пациента случается обширный инфаркт с подъемами на ЭКГ сегменты СТ, то такому пациенту делает стромболизис. Оценивается эффективность, и дальше уже данного пациента при стабилизации отправляют в ЧКВ-центр, где проводится непосредственно коронарография. То есть это золотой стандарт на сегодняшний момент. Это коронарография. То есть всем пациентам с инфарктом, с нестабильностью на кардии проводят инвазивный метод. Скажите, а вот если все-таки инфаркт случился, к какой жизни может вернуться человек? Каковы его шансы на восстановление и насколько она дискомфортной будет уже после? Надо понимать, что поражение коронарных артерий может быть разным. То есть может быть одна бляшка, которую сразу убираем, и, соответственно, кровоток восстанавливается. То есть такой пациент через месяц может вести обычный образ жизни, но при этом, естественно, убрать все факторы риска, соблюдать все рекомендации и пить препараты. Если это многососудистое поражение, когда бляшки атеросклеротические находятся, то есть повсеместно по всем артериям, этих пациентов смотрит кардиохирург и уже назначает при возможности большую операцию. Это ортокоронарное шунтирование. Давайте сейчас узнаем, что произошло в здравоохранении России и региона за ту неделю, что мы не виделись. И после этого вернемся в студию и не продолжим, а уже, наверное, даже закончим разговор о здоровье сердца. В регионе растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Число заболевших за неделю увеличилось на 10,7%. За медицинской помощью обратилось почти 15 тысяч человек. На данный момент эпидемический порог превышен на 25%. Участились также случаи коронавируса. Российские ученые создали и впервые использовали новый препарат для борьбы с раком поджелудочной железы. Для этого разработана пептид-рецепторная радионуклидная терапия. Исследование продемонстрировало высокую точность распределения препарата. Однако терапевтический эффект будет оценен только через несколько недель. Самарские врачи провели первую в регионе операцию по технологии дополненной реальности – ребенку с врожденной катарактой. Использован прибор, который позволяет привязать оптику глаза к анатомическим структурам. Это позволило добиться отличного результата. Линза встала идеально точно. Все дефекты роговицы полностью компенсированы. Из больницы Середавина в один день выписали сразу двух недоношенных младенцев. Девочку, которая родилась с весом 1400 грамм, и мальчика, вес которого при рождении составлял 1800 грамм. Новорожденные провели в реанимации около двух недель. Затем о них продолжали заботиться неонатологи перинатального центра. При выписке каждый из детей весил уже больше двух килограммов. В микрорайоне Волгарь открылась новая поликлиника. В медучреждении создано 16 терапевтических участков, 12 педиатрических и 7 в женской консультации. Поставлены более 4000 единиц современного оборудования, в том числе аппараты УЗИ, рентгеновский комплекс, цифровые флюорограф и мамограф и другая медтехника. Скажите, является ли проблемой поздняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний? У нас из крайности в крайность все. Когда есть люди, которые у них что-то кольнет, они сразу повышенной тревожности, бегут быстрее обследовать все. Есть пациенты, которые терпят до последнего, игнорируют симптомы, пьют нитроглицерин. Был пациент, который пил до 40 таблеток в день, но за медицинской помощью не обращался. Поэтому я хочу сказать в плане, даже если у пациента нет симптомов и нет повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется посещать диспансеризацию ежегодную, где, соответственно, проведут обследование. Но, может быть, все-таки этого недостаточно? Есть такое модное слово сейчас – чек-ап. Вот какой чек-ап проводить своему организму, ну, хотя бы для того, чтобы быть спокойным за здоровье сердца? Но есть же пациенты, у которых уже есть факторы риска, да, которые я перечислила, но нет симптомов. Таким пациентам рекомендуется ежегодно посещать кардиолога. Соответственно, этому пациенту будет проводиться электрокардиография и возьмется кровь на холестерин или протеин низкой плотности, и, соответственно, мы увидим, есть ли повышение данных показателей или нет. Если повышение есть, то, соответственно, пациент направляется на дальнейшее обследование. Это может быть нагрузочный тест, велоэргометрия, стресс эхо. На сегодняшний день у нас есть мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий. Если положительный тест, то есть на коронарную недостаточность, этих пациентов направляют уже на коронарографию. Если у пациентов уже есть заболевания сердечно-сосудистые, то наблюдаться пациент должен у кардиолога не менее чем два раза в год. Ну, соответственно, симптоматика есть и более двух раз. Еще одно модное такое сегодня слово – холестерин. И многие, я знаю, беспокоятся о том, какой же у него уровень холестерина, и регулярно это проверяют. Я не знаю, насколько цифры могут сказать что-то человеку без медицинского образования, но тем не менее, вот по поводу холестерина, отчего он повышается, и как на самом деле стоит ли так озадачиваться его контролем? Да, за холестерином нужно следить. Как мы уже обсудили факторы риска, это лишний вес, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, который в совокупности ведет к повышению холестерина. Мы должны обращать, когда сдаем кровь, именно липортеид низкой плотности, как все говорят, плохой холестерин. Как раз-таки из-за него и образуются бляшки, которые ведут к катастрофам сердечно-сосудистым. Поэтому за холестерином следим, но не только за ним, но и, соответственно, параллельно обследуемся. Делаем УЗИ брахиоцефальных артерий, возможно сделать мультиспиральную компьютерную томографию сосудов сердца, сделать УЗИ, эхокардиографию и, соответственно, посмотреть, какие риски есть у пациента. А чем, ну, во-первых, плохой и хороший, конечно, если можно бы понять, и чем мы повышаем себе холестерин? Как раз-таки мы повышаем то, что мы едим. А едим-то мы питание, да. А питание у нас не всегда хорошее, да. Учитывая нашу работу, не всегда успеваешь приготовить то, что нужно, перекусы, этот фастфуд, копченость. Ну и торговые сети сейчас, в общем, небезопасная продукция. Да, да. То есть, когда мы говорим диету, это не значит, что человек должен голодать или есть только одну гречку. Наоборот, должно быть сбалансированное питание, тоже мясо, только это там телятина, индейка, которые нужно запекать. Обязательно должны быть фрукты, овощи, ягоды. Также можно, соответственно, ограничить потребление соли обязательно, да, так как это ведет большое употребление поваренной соли к сгущению крови и, соответственно, к повышению давления. В морскую рыбу добавить в рацион. Многие исследования показали, что именно употребление морской рыбы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 50%. Вот мне кажется, что очень доходчиво и понятно вы объяснили нам, как сохранить свое сердце здоровым. Я благодарю вас за эту беседу. Со зрителями прощаемся ровно на неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин